Этот мусор копился на протяжении двух месяцев. В апреле 2017 года управляющая компания просто перестала его вывозить. В итоге жители окрестных домов вынуждены мириться с бездомными собаками, зловонным запахом и крысами. Еще в марте 2017 года на подъезде Нома номер 5, дробь 7 по улице Крыгина внезапно появилось объявление о том, что управляющая организация Фрунзенского района прекращает обслуживать жильцов. С этого времени и началась главная проблема их двора. Собаки, крысы все, как в свой дом приходят, питаются тут, ну и, соответственно, растаскивают все это по двору. После этот адрес был выставлен на торги. С 1 апреля обслуживание дома взяла на себя организация УК «Инрос». Однако изменений не произошло. Придомовую территорию по-прежнему не обслуживали и мусор не вывозили. Жильцам новая компания прямо заявила – нам вас навязали. Я позвонила в УК «Инрос» и спрашиваю, когда будет вывозить мусор. Он говорит – не знаем. Когда вывезем, тогда вывезем. Примечательно, что несмотря на свое бездействие в отношении дома по улице Крыгина, счет новой управляющей организации жильцам прислать не постеснялась. Причем за вывоз мусора в том числе. УК «Инрос» требует заплатить с каждой квартиры почти 1300 рублей за якобы уже оказанные услуги. Мы не будем платить до тех пор, пока не сделают то, что нужно сделать. То есть убрать мусор, чтобы был здесь дворник постоянный. То есть как положено каждой управляющей компанией. То есть те функции, которые должна выполнять. А ведь изначально эта мусорная площадка принадлежала еще и соседнему дому номер 5. Но с апреля отсюда один из контейнеров перенесли на несколько десятков метров. И фрунзенская компания сказала жильцам пятого дома отныне носить отходы именно туда. Выносим мусор вон туда, в конец нашего дома, к девятиэтажному дому. Удобно? Лично я так ношу. Ну, удобно, неудобно, но носим, а куда деваться. Но несмотря на то, что у пятого дома мусор забирают, проблема зловония во дворе общая. Ведь дома стоят рядом, и мусорная площадка находится на одинаковом расстоянии от них. А что мы можем делать? Мы звонили, я звонил в сад и педстанцию. Ну и что? Никого нету. Разберемся, и все, и затихло. Жильцы уже написали жалобы в администрацию края и жил фонд, а также подготовили документы в прокуратуру и суд. Люди намерены добиться объяснений и от их новой УКНРОС, и от предыдущей фрунзенской. Тем временем последняя обвиняет в сложившейся ситуации самих же жильцов. Потому что собственники не заключили договор с управляющей компанией. И на каком основании мы его должны обслуживать. То есть, у нас прокуратура проверяет, а основания нет. И вроде бы все верно, только в администрации города нам сообщили, что фрунзенская управляющая компания в апреле поступила подобным образом почти сотней домов по Владивостоке. Большинство из них находятся в центре города и являются памятниками архитектуры. С трудом верится, что все эти люди в один момент просто не продлили договоры с этой организацией. В итоге обязанность по вывозу мусора взяла на себя администрация города, до выяснения всех обстоятельств. Но на все 100 домов средств и техники просто не хватает. Для избежания каких-то, так сказать, санитарных неприятностей, то есть мы скопившийся мусор вывозим, привлекаем муниципальную управляющую компанию для этих целей. Неизвестно, сколько бы еще зловония от накопившегося мусора мучили жителей по улице Крыгина, если бы не случай. В связи с грядущими сентябрьскими выборами в городскую думу, потенциальные депутаты активно начинают работать на свой пиар. Вот и один из них решил избавить некоторые дома от мусорных куч под окнами. На эту субботу организована большая машина, которая будет вывозить до Талова этот мусор. Там депутат по этому округу будет контролировать от мусора. На машинах будут его фотографии. Представители УК НРОС не ответили нам, станет ли вывоз мусора снова регулярным или это единовременная благотворительная акция. Тем не менее, жители дома номер 5, дроп 7 по улице Крыгина надеются, что на их проблему обратят внимание и перестанут делать из их двора свалку для отходов. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на восьмом.